Посмотрел вчера интервью Асамбека Бадаева, он говорит, я сливаюсь с боев. Я никогда жизнь с боев не сливаюсь, это мне очень неприятно слышать от него, от президента лиги. Завершение карьеры тоже видишь в Эйсей? Я даже не знаю, эти все моменты, я уже у меня голова, понимаешь, ты все равно уже там чувствуешь себя хреново, да. И вот интересно просто посмотреть, сколько ты сейчас весишь. Как ты думаешь, сколько я весил? Ну, я думаю, что 105. Кого у Фариду выиграл, например? Сильно кого-то он не прошел. Давайте вскорую вызовем, там кто-то говорит, нет, он сейчас в себя придет, Эйсей, у нас, как говорится, вторая лига в мире, да. Лига Эйсей, дайте, пожалуйста, возможность еще разобрать этот пояс. Спонсором данного видео является Алимбет, букмекер номер один в Казахстане. Широкие линии на все турниры по ММА и другие спортивные события. А еще у Алимбет действует акция для новых игроков. 100% кэшбэк на первую ставку. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под видео, читайте все условия и погружайтесь в мир спорта на полную. Муслим, я тебя обычно привык уже представлять как чемпиона Эйсей в полутяжелом весе, а вот сейчас какой это твой статус, как правильно представлять? Я и есть чемпион Эйсей, я никому не проигрывал. Этот титул лишили, но это временно. Ну, на чем вы остановились с Лигой Эйсей, вот когда они приняли решение о том, что ты выходишь из Гран-при и лишаешься титула чемпиона, что они сказали? То есть, ты должен теперь ждать окончания Гран-при или как все это будет происходить? Ну, вроде бы есть возможность попасть в Гран-при, я думаю, они вроде обещали, если там кто-то травмируется. Ну, я считаю, вообще, Гран-при без меня, этот, как сказать, что за Гран-при без чемпиона, конечно, я этим недоволен, что меня сняли. И, да, они собрали там мучих бойцов на 93, там, и вот Фаридун Адилу, Махнаткин, там, они выбрали самых таких хороших бойцов. Ну, какой Гран-при без чемпиона Эйсей, эй, вот это же вопрос, ты сам как думаешь? И без меня что за Гран-при там будет? Ну, слушай, я вот, ну, скажу тоже свое мнение, я уже давно говорил, что мне кажется, в 93 тебе особо нечего делать, потому что ты уже зачистил, по сути, всех топов, либо тебе надо действительно переходить в тяжелый вес, либо в какую-то другую, наверное, организацию. Нет, тяжелый вес я не переведу, это, это сгонка, знаешь, вот, с этой високойки. Давай я расскажу, как все было. Дали мне бой, например, да, я согласился, все четко было, и за два месяца, да, потратил два месяца, и чуть-чуть поднабрал я, и надо было начать вес гонять. Я начал вес гонять, я заболел, две недели, я все, я ушел, и не могу тренироваться, дома лежу, а вес надо гонять, уже время же, там, за полтора месяца надо было начинать, я болел, дома лежал, и не мог тренироваться, не мог вес гонять, и, получается, чуть позже начал, не как обычно, я должен был начинать, я начал чуть позже, да, чуть-чуть вес набрал, на этот раз, там, лишние, там, пару килограммов, и гонял до конца, не хотел говорить в лиге, что вот я болею, там, давайте, потому что до этого уже было, там, они называют это слива слюса сбоями никогда жизни я бой не сливался как я могу с бой сливаться ты например знаешь как я всех призвал на бой к сам отказывается мной выходить я вот давайте ребята выходите на бой я уже хочу драться вот посмотрите мои предыдущие интервью вот сколько я вызывал приглашал на бой можно сказать со мной там ребята отказывались я газ держал всегда я сегодня тоже газ держу и получался к заболел короче и все дальше готовимся все четко вес убираюсь у вес убираюсь все нормально было как обычно приехал сюда да было там тела чем обычно килограмм лишний был я не смотрю обычно сколько всегда гонял там вес там на килограмм больше был последний я думаю справлюсь потому что не сильно так тоже проходил от муществом сейчас и гоняя вес одевый сагон густел гонял там 34 килограмма сгонял и сгонял вес пошел полежать что-то сон тоже не пошел обратно короче надеваюсь а гонку на беговой сейчас бегаю уже час витана и одному хочу остановиться и уже чувствую плохо ходил хотел остановиться плохо стало я вот прям упал на беговой дорожке я прям упал меня шучит там там тренинг два тренера там менеджер там там брат короче неплохо стало резко меня поставили там витагонку все сняли на себя короче чувства привели себя привели меня все нормально и ческать надо бы врачей вызвать надо врачей вызвать и кто-то сказали давайте скоро вызовем там кто-то говорит не надо он сейчас себя придет они скоро вызвать и поэтому побоялись тебя сниму там меня сбоя надежда была что я весь сделаю до конца и врачей тоже никого не предупредили там хотя кто-то я не помню кто именно говорю однако давать тогда скоро вызову врачи позвольте сюда человеку плохо и короче как-то чувства привели и поднялся наверх уже и уже там сколько три килограмма осталось у меня три килограмма осталось даже уже такими чувствами удали вот я буду мертвый лежу я даже пошел горячую ванну весь гонят я вот хотел весь сделать горячий ванну лег не через минуту две вообще я чуть не умер я чуть не умер я уже все меня оттуда вытащили сказали муслим тыс все уже я не знаю ну организм как-то не так реагирует на эту сгонку на прошлое нормально все было сейчас я не знаю что случилось и все мне уже хреново я уже умираю осталось там два с половиной лет и уже они после горячий ванна я уже не здесь уже до этого вот и и все уже я короче все решили сниматься с бою там хотя предлагал давайте на 96 там что-то сделаем хотя бы поделимся так а там пускай мне гонорары забирает адвана мои гонорары гвана я хочу драться я вообще очень сильно был готов этом боял нереально форме было вот вообще не чувствовала этот пиатрон дал хорошо работал привычка я такой формы не боя и что так получилось потом уже снялся уже ночью же все мы решили не драться все уже от снимаемся с боем то что по состоянии здоровья уже не могут и мне хотя говорили чуть придешь но не мог я уже спря воду попил утом просыпать уже там уже там сколько опять что личных показала да хотя было два пятьсот три ночи было там и это же допуск но вот два пятьсот допуск до трех пунктов и силах что ли я даже не знаете 7 держим на голову понимаешь ты все равно уже там чувствуешь себя хреново доходя уже варианты предлагаю от менеджерга там ну я сказал ты если не будет девяносто три пятьсот например дала пятьсот грандов ты 90 не сделаешь не будет грамм это в это в титул титул любой в гран-при не разрешать хотя он сколько а самбеку звонили там хотели как-то что-то там поговорить с адвана на встрече пойти ну а лига сказала такого даже не смогли бы сделать ну это запрещено запрещено короче вот и вот так сняли утром и таком случае тоже с адваном да он утром я стою максом ко мне подошел говорит мы с ним ты там почему есть не сделала там там не обидно ты типа на меня положил что ли я даже я такой устал 6-то я гордон ты же не знаешь как чего вот на виде винога ты же не тебя же не было рядом со мной ты же не знаешь как чего было вот так пошел ну так вот чуть-чуть разговор получился у нас с ним и ну да я ничего по ходу не говорю на он такой же простой парень он ничего лично лично мне не сказал вообще такой нормальный пацан да я ничего против него не имею да простой парень да он тоже ну видимо драться хотел со мной ну чё делать но тоже готовился да ну сказать честно он не самый сильный мой соперник тоже вот и любой человек может подтвердить потому что он проигрывал моим тем тем ребятам которые мне проигрывали двоим даже и не сказать что он самый такой даже свой соперник такой самый сильный соперник мой не даже был будучи честно даже тактически он вообще легко подходил я всегда люблю борцами драться вообще кайфово бывает у меня очень много зале борцов которых я вот постоянно давлю-давлю и вот плане борьбы тоже очень сильно набрал я еще хотел вообще все это продемонстрировать хотел как-то показать что я любого борца могу выиграть такая мотивация у меня была на этот бой ну так получилось да и титул лишили до меня тут чуть-чуть туда разговаривать что весь не сделал лишать и то я принимаю это решение но эти титул заберу я думаю обязательно заберу и я думаю с этим наверно сейчас на ногу может быть я надеюсь что лига мне дадите шанс за титул подраться ну то что меня с гран-при сняли я этим они доволен титул раз и говорят надо поэтому по правилам титул лишать я ничего против не лига справедливая лига она делает как надо и я с решением арбека хасиева асуанбека и аксель оценка я согласен ничего проблем нет нос какой гран-при без меня вот тоже так кто такой муслим они тоже забыли как они просто меня убирают муслим который газа сколько там 9 10 боев и сей наверно нету никого кто так бои сделал не проигрывал и газа вот до конца газа в каком плане дайте мне бой я готов драться они забыли что я предлагал день два боя сделать я говорю дайте мне два соперника день я хочу как-то публику можно удивить думаю и как-то бывает вот я показывал всегда им вот что я готов всегда драться ну да у меня такая опущенность получилась я сам поплатился за это больше всего и я хочу то как сказать тут я вернусь два раза сильнее и я надеюсь что лига даст мне эту возможность и еще момент такой посмотри посмотри вчера интервью асуанбека бадаева он говорит если сливаюсь бою я никогда жизнь бою не сливать это мне очень неприятно слушать от него от президента лиги он сливаясь бою объяснил так за два месяца до боя у меня например травма была я им отправил фотку как моя нога опухла два раза больше своей ноги стала и я отправил им фото показал они все проблем нету потом я заболел свинкой у меня есть все фотки у меня есть 50 переписка с моим менеджером у меня при свинка было лицо опухло вот так опухло поздораться нельзя тоже запаса два месяца до боя вот это разве сливаться с боем получается это когда ты человек не в состоянии здоровьи это разве сливаться будет сливаться я считаю что просто так человек сливается с боем а по состояниям здоровьи ты не сливаться с боем было один раз григором и то мнение я же как профессиональный спортсмен должен с врачами работать да я заработая с врачами я пошел анализа там у меня говорит мы стоим ты не сможешь здравствуйте у тебя состояние как будто ты болеешь а я реально себя плохо чувствую один раз я вот так снялся и то это я Я считаю это профессионализмом, потому что завтра никто не спросит, в каком состоянии ты дрался с этим человеком. Я дрался два или три раза, болея, гриппу я дрался. С гуглом я за неделю вылечил антибиотики, антибиотики делал за неделю до боя. Я с этим бразильцем антибиотики за две недели сделал, я с ними чуть-чуть подустал, потому что я на антибиотиках. Любой профессиональный спортсмен знает, что такое антибиотики и как она влияет на твою функциональность и на твою дыхалку, как это влияет. Короче, такой момент, честно сказать, неприятный для меня, но это урок я получил, можно сказать, вовремя. У меня очень большие планы на спорт, на ММА. Я думаю, я хочу достичь самых высоких достижений, хотя я достиг этого достижения в АСА, у нас, как говорится, вторая лига в мире. Еще я хочу сказать, кто будет разыгрывать титул, если не я? Скажи ты сам, кто будет разыгрывать титул? Я еще сам с тобой хотел поговорить, сейчас как раз будет бой Фридуна Дилова против Мохнаткина, и мне кажется, что без тебя, наверное, в этой паре фаворит. Кто, ну, ты хочешь сказать, что они разыгрывают титул, могут разыгрывать титул, когда я здесь, кого Фридуна выиграл, например. Сильно кого-то он не прошел. А ты знаешь, кого я проходил, когда шел к титулу, да? И Мохнаткин, да, вот Мохнаткин, он только зашел в лигу, и как-то, я не знаю, даже один бой сделал, да, получается, один бой. Он Олега Оленичева победил, который был, ну, с тобой дрался за титул. Да, и таким равным боем победил, вот, а вы видели мой бой с Оленичевым тоже. Единственный претендент Григорь Мативасян, потому что он проиграл, кажется, только мне, три победы подряд. Вот это камень, я хороший парень, да, вот, или Андарда Силева тоже он выиграл. Ну, и Краснодар, 22 февраля, я хочу подраться с Григором за пояс. Я считаю его единственным, кто достоин подраться за титул. Я хочу газ дать на Краснодар и забрать этот титул. Я думаю, этот Мативасян тоже согласится на это противостояние, так как он тоже давно за титулом гонится. Давай, Григорь, сделаем это. Лига ACA, дайте, пожалуйста, возможность еще раз забрать этот пояс. И, да, это с моей стороны была, как сказать, ошибка. Я должен был, это не профессионально, весь должен был сделать. Да, ну, состояние здоровья у меня было на тот момент такое, что я не мог продолжать. И что еще сказать? Я считаю себя до сих пор чемпионом. Я есть чемпион ACA. Потому что любой, кто знает, как я двигался, как я выиграл бои, они признают, что я чемпион. Я не считаю других достойным, чтобы они подрались за титул. Именно кроме Григора Мативасян. Потому что он всегда доказывал в боях, хотя он не проиграл. Вы посмотрите его другие бои. Как он доказывает, что он есть тот самый боец, который должен подраться за титул. Ну, все-таки смотри, ну, круто, что ты вызвал Григора, да, вот. Но вам не дадут же сейчас титул, это очевидно, потому что идет гран-при. И в ближайший год, мне кажется, тебе там бой за титул не ждать уже. Потому что пока он разыграется, пока ребят там после титула отдохнут, после гран-при отдохнут. То есть вот это примерно через горы. В чем гран-при, при чем титул? Я вот понять не могу, при чем. Гран-при дают отдельно, кажется, да, поиск какой-то гран-при дают. Ну, это гран-при отдельно. Титул чемпиона отдельно. Я понять не могу, в чем вообще это. Я есть чемпион, почему я не могу подраться за свой титул. Я чемпион, там, это мой титул. Его лишили, я его забрать хочу обратно. Я не понимаю, там, при чем гран-при. Пускай гран-при, они дерутся, да, пускай будет. Но я чемпион, я должен свой титул забрать. Единственный претендент, это Григорь Мати-Васянский. С кем? Хорошо. Адвану и этому, бразильцу, что ли, за титул драться. Адван, который один бой выиграл, проиграл. Бразильцу проиграл, Шегову проиграл. Этот бразильец проиграл Мати-Васяну, проиграл элементарно, вы видели. А он с Мати-Васяну идет хорошая серия побед тоже. И я без поражений, который всегда без поражений, надеюсь. Дальше тоже так будет. Слушай, ну вот для меня такая очевидная история. Ты говоришь про то, что хочешь тоже там доказывать что-то в спорте. Тяжелый вес, мне кажется, для тебя. Ты большой парень. Есть там, например, не самых высоких, да, бойцов в тяжелом весе. Там Дэниел Кормье. И ты, мне кажется, превосходишь его. Я никогда не рассматриваю даже драться в тяжелом весе. Вообще никогда. Можно на Уст-М4 согнать. Это еще можно заранее начать и согнать. Просто то, что один раз вес не сделал, ся, тяжелый вес. Ну, один раз человек плохо стал. Ты большой же парень. Наоборот, Яценко мне сказал, мы с ним, ну как ты, вот, хоть гоняешь, хоть один килограмм. У тебя, ты выглядишь на Уст-М4. Ну, почему говорят большой, я не знаю. Я не такой большой. Вроде, рост тоже 183-84. Рост, это же, мне кажется, немного. Ты крепко сбитый. Ну, ты реально такой, знаешь, камень, короче. Мне кажется, что ты должен попробовать на тяжелый вес. И я уверен, что у тебя там получится. Я не хочу на тяжелый вес. Это 93 мой вес, и я там чемпион, я там номер один. Я ничего докажу, это всему. Всему миру тоже докажу. И доказывает, последний тоже доказывал. Я хочу еще раз в лиге ACA, руководство Майорбека Хасиева, Астанбека Бадаева и Алексея Яценко попросить дать этот бой мне за поезд. Я не собираюсь, как кто-то там, обижаться на них. Кто-то, я недовольный. Пускай будет, как они скажут. Я доволен решением, да, вот, что они поезд забрали. Ну, недоволен тем, что гран-при меня сняли. Я готов газовать дальше. Я никуда не ухожу. Я тот же самый муслим, тот же чемпион. Я, иншала, сейчас хочу забрать этот поезд. У меня дополнительная мотивация появилась. Как-то у тебя что-то забрали, надо обратно вернуть, так что. Я интерактив придумал. Вот смотри, мы здесь можем найти весы, мне кажется. Ну, будет сейчас церемония взвешивания перед Найзой. И вот интересно просто посмотреть, сколько ты сейчас весишь. Как ты думаешь, сколько я весил? Ну, я думаю, что 105. Я где-то что... Я не тренировался уже неделю. Я думаю, что 7 килограмм так весил. Вес тяжеловеса, так? Вес тяжеловеса. Нет, почему? Почему? Я когда тренируюсь, я, например, весил 105, да, вот. 105 весил, я неделю назад. Неделю не тренировался, потому что в разъездах был. И приехал сюда. Я думаю, 107, наверное, килограмма два набрал. То, что... Как я на диете был давно, хочется покушать, кушаешь. Ну, я придерживаю себя, я придерживаю, и весь для меня никогда не было проблемой. И на этот раз тоже, в следующий раз тоже не будет проблемой. Даже это не обсуждается, да, вот вообще. Я сейчас заранее вообще все уберу. Вообще заранее уберу все, чтобы вопросы даже не задавали. Знаешь, вот уже хочется доказать все это обратно, и все хочется доказать. Вот, кто такой Муслим, вот, да, там, не знаю, там спорят, он сильнее, этот сильнее. Там нету, мне кажется, нету того, кто сильнее меня. Ну, мне кажется, это, ну, давно уже понятно было, да, в 93 действительно. Давно понятно, но почему-то, не знаю, такие разговоры, там столько комментариев, столько всего. Это давно любому адекватному человеку было понятно. И по-любому неприятно свой адрес слышать, да, вот эти такие вещи там. Там кто-то, ну, давай не будем даже вспоминять об этом, да. Я просто, про что говорю, смотри, я еще после того, как посмотрел союз, ну, чемпионат союза ММА, когда я вот увидел твое выступление. Ну, даже после, это после чемпионата России, кажется, было, да? Да, это 18-й год, по-моему, в Челябинске. Чемпион России, чемпион мира, Муслим Магомедов, смотрите Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Я уже тогда, знаешь, увидел, как ты разбираешься с ребятами, и тогда ты, ну, было очевидно, что в профессионалах ты... Тоже тот же борец Шахрудином, Магомед Шахрудином, он не хуже борец, чем Адон Ибрагимов, например. Вы все видели в борьбе, как что было. Я не стал даже с ним со стойкой драться. Я сам не борец, но я умею бороться. Поэтому я просто говорю, я для тебя челленджи в 93 не вижу, и, по сути, ты сейчас, вот, говоришь, хочу еще раз там с Григором и Тивасяном, но ты уже его побеждал. Просто никого не осталось. И вот Гран-при единственная для тебя была какая-то история. Ну, Гран-при, история, ничего, никакой другой истории я в Гран-при не вижу. Что там такого? Что там такого? Кто там новый? Один этот, Одилов и Мохнаткин, мне говорят, давайте, проблем нет, я подерусь, я свой пояс заберу, пускай пройдут. Серия побед, 2-3 подряд, и хотя бы 2-3, и пускай выходят на титул. Просто я не считаю достойным кто-нибудь из них, чтобы он подрался за титул. Потому что они не приходились через все это, если, как я, например, 6 боев сделал, 2-3 года дрался, чтобы подраться за титул, 2-3 года дрался я. 3 года дрался, здесь не больше. И этот, уже, как сказать, ветеран в АСЕ, как Григорь Мативасян, он серии побед, вы посмотрите серии побед, и кто кого тоже побеждает, это тоже надо смотреть, я считаю. Сколько тебе надо времени, что вот там сейчас подготовиться будет, то есть к Краснодару ты готов будешь, да? Какой Краснодар, я даже могу 24 января подраться, никаких проблем, вообще все четко у меня. Я все проверил, прошел домой, все проверил, все нормально. Ну, говорят, нам надо 2-3 месяца отдохнуть, ну нет, я себя чувствую нормально. Я не знаю, что он на тот момент со мной был, я вот реально вот выстегнулся на беговой дорожке, да, вот, сознание почти потерял, там меня чувства приводили. Ну, сейчас я себя шикарно чувствую. Ход 24 января я им предлагал, ход февраля давайте мне бой, я драться хочу, я говорю, я вот в форме бою, ты реально такой бешеной в форме бою. Я именно на этот бой, я вообще сильно в форме бою. Тренер говорит, Муслим, честно сказать, ты давно такой хорошей формы не был, ты всегда, говорит, на процентов 60-70 готовился, сейчас ты на все 100% готов. Тренер даже это подчеркнул, хотя он меня никогда не хвалит, он мне это говорит, хотя он очень редко даже бывает, что так хвалит меня, ну, в лицо он никогда не хвалил меня. Единственный раз, когда он мне сказал, Муслим, ты нереально готов на этот бой. Ну, вот, если все-таки Лига Эсей принципиально останется и скажет, что жди, пока Гран-при закончится, ты готов вот ждать год. Что делать? А что делать, скажи, я хочу свой поезд забрать обратно и там, ну, я считаю, Лига как-то, надеюсь, что она пойдет мне как-то на встречу, пойдет признать все мои заслуги, все мои победы в Эсей, как я долго к титулу шел. Ты помнишь, как не давали титул, это тоже не по причине, конечно, что Лига не хотела, там были другие причины, кто-то не хотел со мной драться, там, и потом вообще пришлось разыграться Евгений Бегинбердиевым. Я считаю, что уже я сколько лет и сколько побед, самый доминирующий бойец, я считаю себя в Лиге самым сильным и доминирующим бойцом себя. Я лично так считаю, потому что все так считают. Любого, кто разбирается, эксперта ММА, он любой так считает. И как-то можно чуть-чуть пойти на встречу, дать мне этот бой. И я хочу доказать, что Муслим намного лучше. Ну вот я опять повторю, что мне кажется, был бы выход реально взять сейчас какой-нибудь бой в тяжелом весе. Нет, 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 тяжелый вес, я его вообще не рассматриваю. Тяжелый вес, это вообще, мне можно на 8-4, если предложат, я еще заранее, до 3 месяца, я смогу на 8-4 согнать, но не тяжи. А в чем принцип такой? Ты же по-любому в зале работаешь, и я уверен, что у тебя получается. Я работаю всегда с тяжами, ну, я всегда с тяжами работаю, но это не мое. Вот вообще не мое. Я очень быстро, я люблю шумиху, они любят, когда там стоят, там один удар-ударят, там ходят. Ты же видишь, как тебе дерутся, это вообще не мое. На 8-4 можно еще вес сделать, как-то что-то подраться, если интересный какой-то бой будет. С этим я не поспорю, если мне дадут время, я могу все это сделать. Давай еще про как раз Фреду Надилова и Михаила Махнаткина, бой, который нас ждет уже там через пару дней. Ты как думаешь, кто победит? Я просто, знаешь, смотрел котировки, и там в победу Михаила вообще никто не верит, а ты что думаешь? В победу Михаила не верят? Почему не верят? Человек, который с Павловичем подрался, почти наравне подрался с Павловичем. Ну, может быть, у него сегодня спад уже, может он... Мне кажется, если он нормально, как, ну, если соберется и нормально подготовится, он Фреду не соперник ему. Ну, единственное, да, вот Фреду Надилов, он там прыгает, там может что-то зацепить даже. Ну, он может Мишу зацепить, он никогда меня не сможет зацепить. Он этот, ну, борьбе тоже, я считаю, его по отношению, если со мной смотреть, у него нету борьбы даже. Ну, тут человек тоже устает быстро. Если Мишка будет правильно работать на них, Махнатки, мне кажется, он его может пройти. Нельзя его так списывать тоже легко. Мы забываем с человеком, который всю жизнь по бою с самбо, там, чемпионом был, например, и с такими бойцами, хорошими он в тяжах даже дрался. Единственное, мне кажется, два-три раунда продержаться, если Адилова что-то устанет, он может уже пихать ему. А ты не думал, вот, например, каждый раз, как вот сейчас будет, например, бой Фриду, Надилова и Михаила Махнаткина, к этому времени, не знаю, поговорить с матчмейкерами Лиги ИСА и тоже там подогнать вес, и если что, там условно быть на замене, чтобы не случилось. А это рассматривалось, я был за. Я был за, я хоть в каком состоянии был, я никогда, я всегда же говорю, я гад держу всегда, я даже в таком состоянии, я им говорю, давайте я на 24-й уберу и буду на замене. И, ну, Лига почему-то решила, что это не нужно. Они сказали, лучше, говорю, ты своим здоровьем разберись, разберись своим здоровьем и посмотрим, может, с этим бразильцем, и Адваном, может, на замену выйдешь, если у них что-то будет. Но я буду рад, если даже бразильцы сформировались, чтобы с Адваном подраться, это было бы шикарно, потому что доказать обратное. Хоть я и не считаю его таким соперником, который что-то может мне противостоять, например, противопоставить, ну, как-то вот этот вопрос, вот эту всю шумеху хотелось бы закрыть, да, было бы, конечно, приятно так закрыть, это тоже. А что у тебя по контракту, вот, я знаю, что у ребят под Гран-при новый контракт все заключали. Честно сказать, я, у нас все условно, я Лиге доверяю, Лига мне доверяет, у нас все на мужском слое, так сказать, и никогда, они не нарушали, никогда, я тоже не нарушал это слово, и мы, как мужики, как мужики, сказал, Салам Алейкум, все, вот так, вот так, и вот так. На каждый бой контракт вот так меняется у нас, и, да, у меня хороший контракт, спасибо Лиге за это, у меня хороший контракт, никаких проблем с этим нет, с этим нет. Они, то, что говорят, они тоже делают, то, что говорю, я тоже делаю. Ну, я к тому, что ты, не знаю, там, ближайшее вообще будущее, ну, и не только ближайшее, видимо, а вообще свое, там, завершение карьеры тоже видишь в ЭСей? Нет, я, наверное, не вижу, хочется, конечно, я же всегда говорю, хочется попробовать себя за океаном, там, вот, в ЭСей пояс, да, я туда тоже смотрю и присматриваю, да, вот. Но пока я в этой лиге, я хочу здесь чемпионом быть, я здесь чемпион. Мне обидно, когда кому-то там пояс, мой пояс, кому-то предлагают, они заслужили этого пояса, пускай меня выиграет, и тогда заберут пояс. Как они могут быть чемпионом ЭСей, когда я здесь нахожусь, когда я здесь чемпион? Я уже столько лет там, и вот уже как-то вот, как свой дом родной, да, это мое место. Слушай, и напоследок хотел спросить, а вот пояса, которые тебе каждый раз давали, когда ты пояс защищал, это новый пояс, тебе его, ну, ты тоже его привозишь домой, или у тебя просто один пояс есть, который у тебя есть и есть? Или у тебя уже там сколько, там, четыре, да, пояса? Ну, этот, у меня один пояс есть дома, у нас один пояс, да. То есть каждый раз нового не давали, да? Ну, не давали новый пояс, один пояс у меня там, один пояс, и каждый раз нового пояс такого не было. И обратно не попросили? Да, нет, 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 они, так, лига такого не сделает никогда, конечно, нет, они же не такие люди, все нормально у нас там, проблем нет вообще. Просто, да, вот, я виноват, что я весь не сделал, я за это сполна поплатился, я, конечно, был не прав, в том, что весь не сделал, ну, тоже по состоянию здоровья. Я хочу, как еще 10 раз говорю, по-любому повторю, я в этой лиге номер один, я там чемпион, без меня я не считаю даже любой другой, даже кто разбирается в ММА, кто-нибудь там пояс на себя оденет, они посмеются, скажут, он не чемпион, чемпион муслим, пускай муслима выиграет. Мне кажется, да и ты так подумаешь, нет разве? Да, но... Им самому стыдно должно быть этот пояс одевать. Ну, оденут они этот пояс на себя, что им этот пояс... Ну, наверное, знаешь, стыдно-то не стыдно, они же не виноваты, что ты не сделал вес, но... По факту, в чем не виноваты, один раз человек, за сколько лет, один раз у человека получилась такая оплошность, да, за сколько лет, ну, человек, ну, получилось один раз, это у всех бойцов бывает, это у всех бывает, потому что, почему-то мой как-то в резонанс так вошел, ну, а то, что чемпионы, у других чемпионов тоже такие более аналогичные случаи бывали, и кто-то весь не делал. Бывало такое, ну, я больше не допущу такое, я надеюсь, я больше такого не допущу. Это для меня такой урок, который я должен был получить. У меня такая мотивация бешеная появилась вот еще дальше. Помнишь, когда поначалу газ держал, чуть расслабился, а ты еще вопрос задал, почему он снимает? Вот это огня нет, это огонь вернулся, вот как-то все вернулся, да, вот. И это огонь как-то зажегся, и хочется еще сразу газовать и давать, и давать. Я всегда предлагал им, давай за неделю два боя сделать, хоть день делать и два боя. Я в Союз ММА 5 бою в день делал, тех же соперников бил, там не хуже соперники бывали. Давай тогда по скриптам, ты говоришь про 84 килограмма, и про то, что ты самый доминирующий чемпион лиги. Есть еще один чемпион, который тоже, на мой взгляд, очень сильно доминирует в своем весе, это Магомед Расул Гасанов, 84 килограмма. Бой между вами вообще возможен, просто это же тоже была бы крутая история. Ну, не знаю, честно сказать, я почему говорю 84, вот вы говорите, у меня на 93, я хочу тем самым сказать, я не на абсолютку, то есть, не в тяжах, я больше предосположен на 84. Я хочу это сказать, у меня нету такого цели, у того, что на 84, там с кем-то подрастет, такой цели нет. Магомед Расул я лично знаю, с ним общаюсь, очень хороший парень, ничего такого. Ну, если подрастет, это надо будет как-то сесть, обсудить, и поговорить с ним, и поговорить с лигой, прийти к общему, не знаю, вряд ли он тоже хочет со мной драться, и я тоже не горю желанием с ним драться. Мы, как зачем, мне больше не с кем драться, что ли, когда ты человек как хорошо знаешь, с ним общаешься. Вот, мне кажется, просто тебе реально не с кем драться, я просто думал, если ты сейчас заберешь гран-при, и для меня ты был там явным фаворитом, то все уже, ну, я не знаю, что тебе делать, потому что, типа, ты прошел всех, там, по третьему разу со всеми драться, какой смысл? Есть новые, пришел новый, таджик, фальден одел, давайте мне его, вот сейчас я пояс свой заберу, пускай после гран-при приходит и забирает у меня пояс обратно, тот же Мохнаткин, если он выиграет, есть же там новые бойцы приходят, пускай приходят, а я буду властвовать здесь, я буду чемпионом. И давай тогда по скриптуму, смотри, если ты в следующий раз опять вес не сделаешь, ну, это же звоночек перейти в тяжелый вес. Не понял, посмотри, пожалуйста. Если ты в следующий раз опять не сделаешь вес, это же звоночек перейти в тяжелый вес. Давай так сделаем. Если я не сделаю вес, я сделаю бой тяжелым весом. Давай так сделаем. Справедливо будет, да? Но я, вот, честно сказать, капельки, вот, одну капельку даже не сомневаюсь, что я вес сделаю. Потому что я, например, сейчас вижу, что мне там, немного гонять вообще осталось. Получилось так, на последний день я сейчас, я сейчас буду вообще мало оставлять на последний день гонять. Вообще буду мало оставлять. один раз победу побегу чтобы это вес уже ушел даже чтобы вопросов не было вот нас сейчас слушает обычный человек и он думает ты сейчас весяшь 107 107 ты должен сгонять в 93 это 14 килограмм это немало поверьте меня гонял намного больше я гонял намного больше это это вообще не проблема например мне загонять этот за месяц я спокойно это весь делаю спокойно это весь делаю это тренировки утром вечером ты говоришь у нас обычный человек смотрит пускай придет за утром вечером будет тренироваться по два часа утром и вечером как я тренируюсь и будет просто угляду свои убирать будет основном как сидит любой человек скинет любой кто не верит пускай напишет мне и я им я им скажу как надо гонять вы не знаете же как люди гонять даже на сколько другие бойцы гонят они огромные веса человек 20 кг даже вот и все например если бойцы которые по 20 кг гоняли они на 70 килограмм на 77 выступает на 70 спорта не 20 кг тоже гоняли они другие такие мелкие гоняют 20 ладно тогда мы с ним договорились ждем кого-то анонс этого боя и не знаю хотелось бы что-то интерес вставать давайте я сниму твое мнение спрошу она посмотри картинки есть моменте да есть не но я считаешь ли ты справедливым чтобы подрался именно я и грегор мотивасян краснодаре там будет и дагестан и армяне будут там потому что очень много армян тоже там проживают как тебе ваш этот бой и будет ли это справедливо но я честно скажу тебе я считаю что надо переходить муслимагомедов тяжелый вес и там драться за титул уже потому что мне кажется муслимагомедов боец который в 93 всем все доказал я хочу видеть его выше на весовой категории мне кажется будет крутая история новая ответ на вопрос как ты считаешь это бой он он крутой бой или нет я уже один раз видел я не знаю я говорю я тебя в 93 не вижу соперников поэтому извини я знаю что ты хочешь соперника не видишь да ну не я тебе вопрос задал так будет справедливо для того чтобы поезд вернулся ко мне дать мне поиск григором мотивасян так как он единственный кто одерживает победу у сильных бойцов у хороших бойцов тех даже кто в гран-при участвует он выиграл даже хотя сам не попал в гран-при обидно что он тоже не попал это же будет правильное решение я правильно считаю или нет мыслим сариот из уважения к тебе я конечно считаю что ты чемпион но я ну ты ты не сделал вес лига если имел право тебя решить надо приходить тяжелый вес драться там за пояса переходите куда ты опять продерживаюсь это моё мнение короче я тебя услышал все все мы с ним спасибо всем спасибо всем кто смотрит наше видео но мы существуем не только в youtube формате настоятельно рекомендую подписаться наш телеграм-канал где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим обсуждаем турниры юси белла трейсей пфл ван файт найт сосиси найза и многое другое постим самые свежие анонсы из мира и мамы также подпишитесь на наш инстаграм-канал где мы проводим прямые эфиры отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайд из турниров еще у нас есть в к у нас есть еще и дзен и много чего другого все ссылочки будут в описании к этому видео хочется сказать вам огромное спасибо за то что вы нас смотрите каждый комментарий каждый лайк очень для нас важен мы на все отвечаем все смотрим кроме того вы можете нас поддерживать и материально также реквизиты у нас в описании к этому видео спасибо вам и до скорой встречи и и Субтитры сделал DimaTorzok